Всем привет! Меня зовут Максим, а вы находитесь на канале ОВИН. И сегодня я расскажу вам о нашем новом приборе для защиты двигателей УЗД-1. На производстве, помимо сохранности оборудования, важно следить за отсутствием простоев из-за аварий. УЗД способен постоянно следить за технологическим процессом и состоянием двигателя. А это позволит вам снизить риски от простоев, сократить количество возможных аварий, уменьшить издержки на ремонт оборудования, а также уменьшить время на ввод в эксплуатацию схем с двигателем и снизить затраты на обслуживающий персонал. Основная задача УЗД это защита асинхронных двигателей от аварийных режимов работы. В добавок к этому прибор управляет пускателем и передает информацию о текущем состоянии двигателя в систему верхнего уровня. Чтобы защитить двигатель от аварий, прибор постоянно контролирует его напряжение и ток. Для этого у него есть все необходимые подключения. Для контроля напряжения используются входы L1, L2 и L3, а для контроля токов используются группы входов CT1, CT2 и CT3. Важно заметить, что ток двигателя контролируется при помощи специальных трансформаторов тока. Ток вторичной обмотки подключаемых к УЗД трансформаторов тока не должен превышать 5 А. Кроме того, прибор контролирует возможные изменения сопротивления изоляции. Для этого необходимо задействовать вход измерения RIS согласно схеме. Есть и возможность контроля температуры мотора по двум параметрам – по току или по подключенному PTC датчику. Дополнительно можно настроить срабатывание аварий по задному уровню аналогового сигнала. Все пороги срабатывания аварий, в том числе отклонения токов и напряжений для фаз, можно настроить в конфигураторе. Там же необходимо задать рабочие параметры двигателя. Подключить прибор к конфигуратору можно по USB, а отслеживать текущее состояние двигателя можно как с лицевой панели УЗД, так и через интерфейсы RS-485 или Ethernet. Для управления контакторами в УЗД установлены два силовых дискретных выхода. Управление сразу двумя пускателями позволяет работать с реверсивными и двухступенчатыми схемами. Также присутствует дискретный выход для сигнализации аварий. Управлять прибором можно и при помощи обычных кнопок. Для этого достаточно подключить их к дискретным входам, а запитать их можно при помощи встроенного источника питания. Всю необходимую информацию об устройстве вы сможете найти по ссылкам под видео. Кстати, какие идеи для нестандартного применения УЗД есть у вас? Делитесь ими в комментариях. Также присылайте свои пожелания с добавлением новых функций в прибор нам на почту support.sobaka.owin.ru. А на сегодня у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok